Война как противоборство справедливости стороны и нет. При этом справедливую войну вели те, кто обороняется. То есть, как правило, это были русские. Из истории мы это знали. То есть, агрессорами против России это было Германия и татары. Собственно, мы это здесь пытались соблести. Но с объявлением в ноябре зотомной войны появилась новая угроза для всей нашей цивилизации. Это вторжение варваров, бесчисленных полщиков, представляя. И началась интенсивная подготовка к отпору. При этом основными ресурсами людскими располагала Русь. Там огромное количество воинов просто не имело никакого вооружения. И поэтому мы интенсивно начали их вооружать, покрывать доспехами, вооружать спичками, абсолютно менять оружие у тех, у кого уже есть. И таким образом, примерно через год интенсивного вооружения, Русь стала представлять собой огромную военную мощь. 10 мая 1994 года произошло последнее решающее сражение в Руси за объединение. К этому моменту Зотов разобрал свое заявление о войне. В результате этого сражения Русь объединилась. И под ее знаменами стало 700 довольно неплохо вооруженных бойцов. В то время агрессорами ее, по идее, должна была быть Германия и татары. В совокупности их и численность не достигала четырех сотен. Вооружены они были примерно так же, как и русские, даже немного хуже. Поэтому нам нужна была новая военная сила, которая должна была стать угрозой для Руси. И мы решили сделать греков. Почему новым народом стал именно греки, а не римля, которых мы изучали в Майе по истории? Во-первых, тот курс истории, который мы изучали про римлян, он рассказывал, что римляне были агрессорами. Хоть они сбивали полсвета известного тогда, но в самом рассказывали об их поражениях. То есть, когда я Ганнибала разбил, имея в два раза меньше армии на прибитых приканах, по ходу Спартака, который гонял их по всей Италии, таскал их туда-сюда. В то же время в итоге их все замочили в торгшиеся в арбах. В то же время про греков мы изучали совсем другую историю, как они героически отбивали полчища персов, ходы тресов спартанцев и по ходу Александра Македонского. Греки во всех отношениях были абсолютными героями, поэтому мы выбрали этот народ. Ряд других причин, по которым мы в качестве нового народа выбрали греков, показаны в нашем фильме «Идеологическая основа для создания пластилинового мира». Ссылки дам в описании к этому фильму. Для тех, кто нас смотрит в Ютубе, дополнительно в конце этого фильма будет размещена конечная заставка. Обязательно посмотрите, так как довольно занятно наблюдать за тем, как формируется мировоззрение ребенка в зависимости от окружающей его идеологической среды и пропаганды различных идей через средства массовой информации. Из опыта проведения сражения нам было известно, что оптимальный вариант бойца это вот такой вот четвероногий зверек, который спину представляет где-то 4 сантиметра, может быть чуть больше, и в высоту от 2,5 до 3. Это оптимальный вариант, здесь очень эффективно крепится у него оружие, оно достаточно крепко держится при наличии пластилина, он намного лучше держится, чем, например, у двуногого бойца, как у такого типа. Я уже не говорю о более мелких существах. К тому же, не имеет ни малейшего смысла делать, например, у таких вот крупных зверей. По тактике того боя, по ведению того боя, такой зверь практически не имеет никакого преимущества перед более мелкими, единственное, что он мог бы просто на него наступить и раздавить его. Но это весьма мнимое преимущество, так как из такого зверька крупненького можно было сделать 6 вот таких бойцов. И явно, что вот этот крупняк, он в рукопашном бою 6-х не одолеет, ну, в лучшем случае бьет 2-х, 3-х, но никак не 6. Поэтому самое эффективное было вот такие бойцы. И второе, также их плюс был и в том, что они достаточно легко передвигались вот по трупам. Они практически могли зафиксироваться в любом положении, при этом лицом к противнику оружие вперед, как говорится. Двуногие воины, например, такого типа, достаточно трудно перемещались по трупам. Вот, и зафиксироваться они могли далеко не во всех местах на этой площадке. Особенно если наступали они по пластмассовым бойцам, по которым вообще очень сложно идти. Либо сами, если пластмассовые воины, они тоже, кстати, очень неэффективно двигаются по трупам из-за больших подставок. Таким образом, создаваемая новая греческая армия была как бы эталоном того, как должен был выглядеть воин. В то время подобных воинов такого размера в Германии, вот, например, в Германии, да, в Германии вот таких бойцов было всего лишь 15 из 208. А у татар подобных воинов было всего лишь пятеро. Особная масса немцев, татар, да и русских, по большому счету, мы представляли вот такими вот бойцами. То есть в сравнении вот с этим воином они были значительно меньше. Оружие у них крепилось хуже. Плюс еще такой воин он выиграл в скорости. То есть из-за способа перемещения, вот, допустим, поставим еще здесь, он проходил примерно такое вот расстояние. Более мелкий боец пробегает вот такое расстояние. То есть он практически отстал на корпус. То есть в бою это достаточно может оказаться решающим. То есть если ты будешь отступать, тебя просто догонят. Если ты будешь удирать, никто тебя не догонит. Мы начали создавать вот эту новую греческую армию. Пехота составляла 78 человек. То есть это был прорыв. Также была создана конница. Конница, по сути дела, разумеется, было неэффективно создавать. То есть было создано 10 садников. Вот на таких вот лошадях. То есть по сравнению с бойцом-греком они вот примерно были в такой вот пропорции. То есть из того же пластилина вместо всадников можно было сделать 25 вот таких вот бойцов. То есть а в бою 10 всадников, ну никак не могли конкурировать с 25 такими воинами. Но нам очень хотелось сделать всадников и мы их сделали. Таким образом было создано 78 пеших воинов и 10 всадников. Следующего типа. Из черного пластилина делались волки. Из красного лиса с белым кончиком на хвосте. Из белого и желтого такие вот зайцы. С коричневого лошади с черными хвостами и гривой. Из белого пластилина были созданы вот такие вот всадники. Так, ну эти двойные, это уже воины последнего периода. То есть имеющие полный доспех. В то же время греки выглядят совсем иначе. Только-только появилась вот такая вот фольга. То есть она была вот такого вот размера. Желтого цвета делалась она из зубной пасты. То есть нам на уроках труда задали задание сделать чеканку на такой фольге. И мы сразу поняли, что это можно использовать в военных целях. Таким образом мы накопили где-то две или три вот таких фольги. И которые тут же применили. То есть основная масса греков получила вот такие вот доспехи. Они были стандартные, были понарезаны квадратики, в которых делались уже. Потом уже они собирались. То есть груз защищал один квадрат, горло другой, голову защищал треугольник. Больше доспехов не было. Шесть воинов, которые находились на флангах построения, помимо грудины и горла, головы, имели также доспехи на боках и на спине. То есть этот воин стал на левом фланге, соответственно, прикрывался слева. Трое и другие, кто стал на правом фланге, закрывали, соответственно, другие места. Всадник тоже имел полный доспех такой. Это грудина, бока. И шлем был сделан из русского доспеха и по русской технологии. То есть мы не умели делать греческий шлем, поэтому сделали русский. Плюс яловец. Вооружены были греки, в принципе, все деревянными спичками, за исключением 16 бойцов, которые были вооружены железным оружием. Это было второе ноу-хау греческой армии. То есть оружие это взялось следующим образом. При войне с Зотовым мы вооружили шахматы, а именно пешки, 16 штук. Вот таким вот железным оружием. Так как у нас, в принципе, мы, как уже говорил, сранее использовали только желудные спички, поэтому был достаточно дефицит в спичках. Поэтому сделали их из железа и, не опробовав, не придали им никакого значения, из-за, по сути дела, забыли в шахматах. И когда вооружали греков, нам не хватило спичек, мы вспомнили про железо и достали его. И железное оружие тогда изменило ход истории. Таким образом, греческая армия получила целый ряд преимуществ по сравнению с другими. Они были сильными, однообразными, что позволяло их строить в построении. Они имели лучшие на то время доспехи, которые не могло пробить ни одно из существующих оружий. В то же время они имели железное оружие, которое могло пробить любой русский доспех. Без особого труда. Не потеряя своих свойств. В то же время, они, помимо пробивной способности, греческое оружие могло еще и резать противника. То есть, когда противники прикасались, проходя мимо, и воин с копьем не мог никого поразить, грек мог просто снести ему голову нафиг. Либо нанести ему другие страшные удары. Например, разрубить напополам. Не составляло ему ни малейших проблем. Таким образом, греки стали огромной и страшной силой. Плюс греков был еще один. В сражениях с пластмассовыми войнами они получали еще большее преимущество. То есть, по правилам существовавших тогда, пластмассовый боец погибал в том случае, когда ему наносился просто простой и легкий удар, незащищенный доспехом области. То есть, таким образом, атакующие противники противникам подрубались ноги. И они никак не могли противостоять, если и воин со спичкой можно было куда-то еще попасть. И, в принципе, греки не имели особых преимуществ против татар. Даже больше минусов имели, то воину железным оружием просто направо-налево разбрасывать и уничтожать противников, помогая своим товарищам, попавшим в беду. В процессе создания греческой армии остро встал вопрос, как же они будут строиться во время сражений. И так как я уже говорил, что в это время мы изучали историю Древнего Рима, вопрос был, в принципе, ответ на этот вопрос был очевиден. В учебнике по истории нам предлагалась такая схема греческого и римского построения. Это построение манипулы. То есть, как в учебнике говорилось вот здесь, первые линии были самые слабые, потом чуть посильнее, а последняя линия самая сильная. То есть, это укладывалось в концепцию спрятать подачи самых крутых парней, которая была у нас после изучения Куликовской битвы. Это одна ерунда, которую предлагал учебник по истории. На самом деле, конечно, эти гастаты, они были послабее, если не считать общих вилитов там, да? Принципы, это была основа армии, на плеч которых ложилась вся битва. А триари просто прикрывали при отступлении. То есть, на них надеяться было особо не надо. Но в то время мы этого не знали. Плюс, к тому же, никто нам не объяснил, что эти квадраты во время атаки смыкались и превращались в единую стену. Поэтому построение мы в противном случае просто бы смели противники, прорывавшись в эти брежи. Ну, мы этого не знали, поэтому построились мы вот таким образом. Придумали вот такое построение для греков. Вот. Это были такие вот манипулы по 20 человек в каждом. Мы решили дать бой татарам. Татар общей численностью было 165 человек, а греков всего 112. Но мы считали, что греки должны справиться. По сути дела, мы недооценили силу железного оружия и переоценили степень залащенности воинов. То есть, заспехи, хоть они и были непробиваемые, но покрывали слишком маленькую площадь на теле. И оставляли достаточно много узел. Ну, рассмотрим эту битву, как она была в реальности. Сейчас мы видим татар. Как уже и говорилось, фланги составляла конец. Вот она здесь и вот здесь. Забы конец это в то время была страшная сила. То есть, они, во-первых, они очень плотно шли. То есть, на каждого грека, в принципе, на двух греков приходилось три всадника во время боя. Поразить их было очень сложно. Они были плоские. То есть, попасть деревянным копьем у них было крайне сложно. А также они еще во время боя укол были копыта, выстрелены вперед еще и копытами. И также голова и лошадей наносили травму. Центр составлял составлял татарская пехота, так называемая, такая пластмассовая. Их было 80 человек. Это достаточно большое, большое количество. У них копья выдвигаются очень далеко вперед. При этом крепятся очень плотно и очень плотно упираются в воина. То есть, он может пробить русский доспех-то по-любому. Греческий, хоть он и не пробьет, но может при попадании в стык раздвинуть доспех и поразить противника. Вот. Также были вот эти пластелиновые бойцы, которые были, ну, по форме, такие же, в принципе, как греки, но примерно в два, а то есть в три раза меньше их в размерах. Оружие крепилось похуже и сам пластилин был похуже, с которыми они были сделаны. Последнюю линию составляли вот эти бойцы. Это 13 воинов, которые имели хорошие доспехи, хорошо были вооружены, но оружие было коротким и предназначено оно было, по сути дела, для уличных боев. Они были очень эффективны именно в уличных боях, что потом будет доказано. Также были вот еще и такие вот, пять всадников, того же типа, что эти 13 воинов. Ну, теперь рассмотрим греческое построение. Если татары практически не изменились со временем той битвы, то греки, которые представлены здесь, они здесь представлены именно от последнего периода, когда все они были сплошь покрыты доспехом непробиваемым и имели при этом в принципе все без исключения железное оружие, а некоторые и по два железных оружия. В то время, конечно, как уже говорилось, они выглядели иначе, уже показывалось это. Вот они были вооружены спичками и имели доспехи лишь на головах и на груди. Железное оружие было всего 16 штук. Войны с железным оружием сосредотачивались вот здесь, на этом фланге пять человек. И вот на этом фланге стоял здесь вот один товарищ. Также 10 воинов находилось с железным оружием вот в центре этого кавалерийского клина. Но по иронии судьбы, самые сильные воины не имели доспехов. Мы просто про них забыли и не золотили. Чего хочется сказать про клина? Это все тоже та же свинья немецкая. Вот она, модернизированная. Цель находился, в принципе, практически в первых рядах. То есть, сами садники выглядели вот таким вот образом в то время. Сейчас они, конечно, значительно лучше вооружены, но тогда они были вот такими. Вот в лошади не имели доспехов, а самым вооруженным был только спичкой. К тому же, вся эта система сохранилась. То есть, с одного края стояли все левши, с другого края были правши. Хотелось бы еще отметить союзников греков. Союзники греков, это был такой вот этот народ, который жил в лесу. И для нее, и на собаках, и на вооружениях у них были вот эти дубинки. Германцы вторглись в этот лес, и там произошел конфликт у них, и германцы у них там сражались. То есть, 25 таких воинов нанесли существенное поражение германцам. То есть, убили порядка 50 немцев. Ну, в итоге, что они проиграли, но, тем не менее, это были эффективные бойцы. По классу, они были сопоставлены с Лизнёвской конницей, но, куда более крупные, они были и крепкие. И вот начался бой. Татак Татар. Татары перешли на вступление первыми ударными ясла конницы, которые оставили на флангах. Они практически смели греческую передовую линию и устремились дальше. Таким образом, все надежды греков рухнули на легкую, быструю победу. Татарский конница безудержно продолжал свое движение. За считанные минуты татары наисли существенные потери грекам. Тут вывелся главный недостаток. Пасмасовая конница и пехота, как уже говорилось ранее, очень трудно наступает по трупу. И чем больше их завала, тем наступление становится более тяжело. Вот как видно из этой ситуации, пробив вот такую, может сказать, брешь в обороне, первые манипулы, татары не могли развить успеха по всем направлениям. Они могли двигаться только вот в этом узеньком месте, здесь и, может быть, вот здесь. И трупов было наименьшее количество. Таким образом, греки могли наносить удар им вбок, не подвергаясь риску, что кто-то ударит их с этого направления. То есть отсюда могли откроть, отсюда. При этом греки могли перемещаться по трупам в любом направлении из-за своей устойчивости. Плюс к этому здесь еще обнаружился один воин, с железным оружием, который, по сути дела, остановился у наступления татар. Здесь ситуация на этом фланге в принципе такая же сложилась, но здесь немножко получше для татар. Но все равно уже прикрывать в полной мере друг друга при наступлении татары не могли. по-хорошему, конечно, конница должна была отступить и, дав возможности пехоте, продолжать движение, которое все же лучше смотрится на таких трупах. Но мы этого, разумеется, не сделаем, потому что болели за греков. К этой фазе боя греки немножко ситуацию выровняли. То есть потери пошли один к одному. для победы напомню, что татар было практически в два раза больше. Греки должны были наносить потерям куда более существенные. Ихот отбежал заранее приготовленные пазы. И в бой вступил к один тяжелый конец. Вдар к конец и привесил чашу весов в сторону греков. Несмотря на то, что кавалерийский удар был не столь эффективный, как хотелось бы, ввиду слабой вооруженности греческих садников, тем не менее, они смогли продавить татарский центр, навязать им здесь бой, и в принципе здесь же все и погибли, создав столь необходимые завалы из трупов для греков, в которых татары биться не могли, как я уже говорил. В то же время они смогли разрезать татарскую армию, то есть линия теперь в бой проходила вот таким образом. Вот так вот, даже вот так, и вот так вот. То есть, что создавало угрозу флангам татарским. В то же время вот эти вот завалы из трупов, которые сделали всадники, вот в этом месте, заняли 10 межников, вооруженных железным оружием. То есть самые эффективные бойцы в борьбе с массовыми солдатами. Они занялись оборону и стали сдерживать атаки всей вот этой татарской массы. То есть парализовали действия центра татарского. То есть они не могли помочь своим флангам теперь центр. Их было примерно порядка 35-40 человек. И вот они стали начинать свои безумные атаки, своеобразный редут греков, который в принципе заканчивался большими потерями для татар. И никакого смысла не нес. Пробиться они не могли. Видя эту ситуацию греки ввели ревервы на своем правом фланге, атаковав сюда. И в итоге уничтожили всю вот эту группировку татарскую. Но понесли огромные потери. По сути дела живых греков здесь не осталось. Ввиду того, что здесь был лишь один мечник. Ситуацию для греков сложилось лучше на их левом фланге. То есть поняв, что мечники самые эффективные бойцы против всадников, тут же вывели из второй манипулы всех мечников, которых было пятеро, и ввели в бой, не дожидаясь гибели первого манипула. Вот эти мечники остановили движение всадников, в итоге разгромили их. Вот где-то окончили бой в этом месте. Их осталось не так уж много бойцов, но все же куда больше, чем на правом фланге. В итоге, после безумных атак вот этот рядут, и вот на тот фланг татары выдохлись, силы иссядли, и стало совершенно очевидно, что вот этими бессмысленными атаками они ничего не сделают. В то же время у них еще не вступал в бой вот этот отряд пластилиновых там порядка тридцати воинов. И просто не зная еще делать, но, возможно, это был верный вариант, татары просто стали убегать вот с этого места уцелевшие на этот фланг, вот, с того места вот, создавая правый фланг татарам. греки, воспользовались этой передышкой и подобрали все оружие у убитых воинов, железное оружие, имею ввиду, которого было 16 штук, и вышли в поле добивать татар. В то же время и даже в этот момент греков было примерно где-то в два раза меньше, чем татар, но, пользуясь тем, что на их вооружении находятся железные оружия, эффективные и лучшие когда-либо сделанные в этом мире, они смогли одержать победу, но в итоге греков осталось лишь восемь воинов по результатам боя. не забудь поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus Soldatiki и Modelizm субтитры понравилось видео тогда поддержи автора перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет реквизиты указаны в описании к видео чем больше ваша поддержка тем больше видео появится на этом канале заранее благодарен жми сюда и смотри интересные видео